Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На портале Экзегет мы сегодня завершаем чтение книги Судей. 21-я заключительная глава. В ней завершается история, связанная с коленом Вениамина. И поклялись израильтяне в массиве, говоря, это Мицпа, она уже упоминалась, то место, где собирались израильтяне, на Народный собор, принимая решение о том, как поступить с нечестивыми жителями Гивы. И вот они там клянутся в этой самой Мицпе. Кстати, город Мицпа находился в колене Вениамина, в уделе Вениамина. Есть несколько городов с одинаковым названием. Мицпа. Вот здесь речь идет о том самом городе Мицпа, который в колене Вениаминовом. Вот там они клянутся, там какое-то, вероятно, было святилище. Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениаминов за мужество. Вот они, эти самые Вениамитяне, тяжело согрешили, защищая нечестивых жителей Гивы, поэтому они недостойны того, чтобы отдавать дочерей своих представителям в замужество. И пришел народ в дом Божий. Опять дом Божий, как и в предыдущей главе, непонятно, о чем идет речь. Или это город Бейт-Эль, или это домом Божьим здесь названо Скиния, которая находилась тогда в Шило, или какое-то святилище в Мицпе, или еще какой-то дом Божий. И сидели там до вечера пред Богом и подняли громкий вопль и сильно плакали. Плакали они теперь на сей раз не потому, что у них не получается победить вениамитян, а потому, что вениамитяне побеждены, да так сильно наказаны, что из них никого почти не осталось. Только 600 человек бежали в скалы, в ремонт, и там спрятались от них из всего ополчения вениамитян, о чем мы читали в предыдущей главе. Они поднимают громкий вопль, сильно плачут и, обращаясь к Господу, говорят, 3 стих, «Господи Божий Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?» Вот было 12 колен, одно отсечено, колено Беньямина, и они оплакивают гибель этого колена в результате гражданской войны. На другой день, но колено не до конца погибло, мы об этом узнаем, и колено Вениаминова будет очень коленом успешным, плодовитым дальше, и из него будет первый царь из этого колена, Шауль. Итак, читаем 4 стих. «На другой день встал народ поутру, устроили там жертвенник». Где там устроили жертвенник? Ну, видимо, вот в Доме Божьем, который во 2 стихе упомянут. «И вознесли все сожжения и мирные жертвы, и сказали сыны Израилевы, кто не приходил в собрание пред Господа из всех колен Израилевых, а собрание, читали в предыдущей главе 20-й, было общенародным, все как один собрались на это собрание. Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в Мицпу, и сказано было, что те преданы будут смерти». То есть должна была быть солидарность, консолидация всех колен и пред преступлением Гивы, чтобы наказать преступников, и для принятия этого решения о том, что делать дальше. «И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали, ныне отсечено одно колено от Израиля». Целое колено, целое племя. «Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом, не давать им жен из дочерей наших?» То есть когда мстили, была произнесена пред Господом клятва, которую нарушить нельзя. «Никогда не отдадим из дочерей наших». Но, может быть, все-таки кого-то не было, кто-то не клялся, кто-то не участвовал в этой всеобщей клятве. «И сказали, нет ли кого из колен Израилевы, кто не приходил пред Господа в Мицпу?» И оказалось, что из Иовиса Галаадского никто не приходил пред Господа встан на собрание. «Гиль-Ад, Завиордания. Там город Явэш, Явэш-Гиль-Ад, так он называется, Явис-Галаадский. Вот из него никто из этого города не приходил на собрание, которое собиралось для принятия решений о наказании Вениамина, колена Вениаминова. Интересно, что этот самый Явэш-Гиль-Ад, Явис-Галаадский, упоминается в Первой книге «Царств» неоднократно, в истории, связанной с Саулом, Шаулем. Саул очень часто связан с этим городом, и жители этого города, они как-то участвуют в делах Саула, и вообще этот Саул был связан, вообще этот город Гиль-Ад, Гиль-Адский город, Явэш, был связан с коленом Вениаминовым. Может быть, поэтому жители не приходили, потому что они как-то были в какой-то связи, в каких-то отношениях с коленом Вениаминовым. Хотя сам этот город Явэш находится в Галааде, в Гиль-Аде, за Иорданом. В общем, они не участвовали в принятии всеобщего решения и не клялись не отдавать своих дочерей в замужество вениамитянам. И что же делают дальше? 10 стих. И послало туда все общество двенадцать тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря, идите и поразите жителей Явэша Галаадского мечом и женщин и детей. И вот что сделаете. Всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужеское, предайте заклятию. Хэром по законам военного времени население истребляется захваченного города. Если на город произнесена клятва, произнесено заклятие, хэром называется. Города многие ханаанские, Иисусом Новином и его войсками были предаваемы именно этому самому хэрему, то есть заклятию, когда все население целиком истреблялось поголовно. Вот здесь делается то же самое, но хэром не полный, а девиц хэрему не подвергать, девиц оставлять. Значит, с одной стороны, жители Явэша Галаадского наказываются за то, что не участвовали во всеобщем собрании против Гивы Вениаминовой. С другой стороны, есть там девицы, 400 девиц, которые будут отданы в замужество оставшимся представителям колена Вениаминова. И тем самым и клятва не будет нарушена, и решение по этому колену будет принято. 600 воинов, сами по себе воины размножаться не могут без женщин, без девиц, поэтому надо где-то найти им девиц. А кто им даст девиц в жены? Никто, клятва произнесена. А вот жители Явиса Галаадского этой клятвы не произносили. За то, что они не были на собрании, их подвергнули заклятию, а девиц отдать в замужество. Вот такое было принято решение, хитрое. И нашли они между жителями Явэша Гильадского 400 девиц, не познавших ложа мужеского, и привели их в стан в шило, что в земле ханаанской. Вот наконец-то появляется шило, как может быть одна из локализаций того, что названо Бейт-Эль, Дом Божий. Интересное добавление делается, что в земле ханаанской. Это земля уже давно не ханаанская, это земля, обетованная Богом, давно уже земля израильская. На ней живут колена израильские. И в шило находится скиния. Почему же шило названо здесь местом, что в земле ханаанской? Значит, стан находится израильский в шило, что в земле ханаан. Странное. А, конечно, уточнение. И послало все общество переговорить с сынами Вениаминовыми, бывшими в скале Риммоне, и объявило им мир. Шалом. Тогда возвратились сыны Вениамина, мир им был объявлен, все, не бойтесь, выходите, мы вас больше истреблять не будем. Жалко. Мы вот плачем в Доме Божьем, оплакиваем вас и предлагаем вам решение, чтобы ваше колено сохранилось. Тогда возвратились сыны Вениамина и дали им израильтяне жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского. Вот эти четыреста дев из Явеша Гильадского даны им в жены. Но оказалось, что этого было недостаточно. Тех-то было шестьсот воинов, а девиц всего четыреста. Девиц же тоже должно быть шестьсот. На каждого воина по девице не хватило. Что же делать? Что же тем? Оставаться вообще без жены, что ли? Своих дочерей в жены им отдать не могут, потому что произнесли клятву. Никогда не дадим дочерей свои в жены вениамитянам. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. Сами уничтожили, а сожалеют о том, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. Но вообще, все было, конечно, правильно и праведно совершено израильскими коленами. И у читателя книги Судей не создается впечатление, что израильтяне поступили неправильно, неправильно. Они все-таки молились пред Господом, просили у Господа решения, кидали жребий. И решение давалось от Господа. Может быть, даже сам Пенхас или Азарович это решение им объявлял от Господа. Поэтому все в руке Господней. Господь, конечно же, не сохранил целости колен Израилевых. Все это было по воле Божьей, но совершалось рукой правосудных израильтян. И сказали старейшины общества, что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина. И сказали, наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля. У каждого колена свои семейства, у каждого семейства свои земельные наделы. Поэтому земля должна остаться за Вениамином. Не должна она принадлежать другим племенам, другим коленам, те или иные участки земли. Нельзя передвигать межи отцов. Дальше продолжают они говорить. «Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилю поклялись, говоря, проклят, кто даст жену Вениамину». Вениамитянам жен давать нельзя. Поклялись пред Господом. Клятва пред Господом нарушена быть не может. И сказали, вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, в Шило, который на север от Вифиля. Действительно, Шило на север от Бейтеля. Есть Бейтель, Дом Божий. Есть Шило, в котором находится Дом Божий, переносная, мешкан, переносной храм, скиния. И на восток от дороги ведущая от Бейтеля в Шхем и на юг от Ливуны. Вот здесь ряд географических названий. На север от Бейтеля. Бейтель, Шило упомянутый, Бейтель, Шхем. Вот здесь Бейтель – это название города или это тоже Дом Божий? Нарицательное слово «дом». Просто непонятно. Синодальный перевод предпочитает видеть здесь имя, собственное название, топоним. Но вполне может переводиться это выражение Бейтель просто как Дом Божий. Какое-то святилище. Непонятно. Что это за праздник Господень в Шило? В первой книге царств, в самом начале, в истории, связанной с рождением пророка Божьего Шмуэля Самуила, мы читаем о том, что его отец, Элкана, ходил из города своего в положенные дни поклоняться, приносить жертву Господу Савофу в Шило. Каждый год ходил в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу в Шило. Тоже какой-то праздник был в Шило. Что это был за праздник? Или это был религиозный праздник? Один из праздников, когда полагалось приходить к Господу, пред Господа. Ну, три главных праздника, да? Пасха, Пятидесятница и праздник Кущий, Суккот. Но поскольку дальше будет речь идти вот здесь, в заключении 21 главы, о празднике сбора винограда, по всей видимости, то, скорее всего, это праздник осенний. Виноград собирают осенью. И связывается это как-то с Суккотом. Или же это был просто какой-то сельскохозяйственный праздник здесь, 21 главе книги Судей, связанный как-то со сбором урожая. Непонятно. Каждый год праздник Господень в Шило, там, где Скиния. Или праздник сельскохозяйственный, или праздник религиозный. Но в Израиле было так, что сельскохозяйственные праздники тоже носили религиозный характер. И поэтому праздник Кущей, он логически, конечно, связан тоже со сбором урожая, с праздником первинок, начатков плодов земли. «И сказали сынам Вениаминовым, и сказали, пойдите и засядьте в виноградниках». Засядьте в виноградниках, какой-то праздник. Вот здесь виноградники упоминаются. Может быть, этот праздник был по завершении сбора винограда. Так делают комментаторы такой вывод. «Дальше, и смотрите, когда выйдут девицы селомские, Шило, плясать и ходить в хороводах, праздник, сбор урожая, сбор винограда, пляшут, хороводы водят, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц Шило и идите в землю Вениаминову». Вот в Священном Писании мы встречаем единственный раз во всем Священном Писании, когда легитимируется, то есть узаканивается похищение невест. Можно ли похищать невест? Это у многих народов есть. Такие обычаи, такие традиции. И даже в советские времена, все мы, конечно, видели, смотрели фильм «Кавказская пленница». Так вот, и в Библии этот обычай тоже отражается. Вот здесь засели в виноградниках и ловят этих самых девиц, которые празднуют праздник, пляшут в хороводах. И между виноградниками, между виноградными лозами они водят хороводы. Их хватают и утаскивают. Дальше. «И когда придут отцы их или братья их с жалобой к нам, мы скажем им, простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны». Ага. Значит, дочерей у них похитили, а виновны вы сами, потому что надо было вам как-то решить проблему. Но вот мы эту проблему решили вместо вас, говорят эти самые представители израильских колен. «Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили. Большие хороводы, многосотенные девицы в этих хороводах пляшут, выбегают из виноградников в Вениамитяне, хватают их и уносят, каждый себе по девице в жены. И пошли и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них, отстроили разрушенные города». В то же время, 24 стих, «израильтяне разошлись оттуда каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой». Так закончилась эта гражданская война, война всех колен Израилю, всего общества сынов Израилевых, против Вениамина, одного из колен. Одно колено оказалось на грани полного уничтожения, полного истребления, но ситуация была спасена, и колено было спасено. Отсеченное от Израиля колено было восстановлено. Из этого колена, колено Вениамина, в котором было совершено величайшее преступление тех времен, из этого колена будет первый израильский царь, «Шауль», но это уже другая история, другая книга, первая книга Шмуэля, или первая книга царств, по разной номенклатуре, кто как привык называть ее. История продолжается, история предмонархической эпохи заканчивается в книге судей, дальше уже история установления в Израиле монархии, в той книге, которую мы называем первой книгой царств. Наконец, 25-й заключительный стих этой главы и всей книги судей израилевых звучит так. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Многократно эти слова повторяются в книге судей, в начале, в середине, в конце. Этими словами книга и завершается. Это единственная книга, которая повествует о долгой эпохе. Эпохе от завоевания обетованной земли до пророка Самуила, до установления монархии, в общем-то. Вот этот домонархический период, период, когда народом правили харизматические вожди-судии, период догосударственный, предгосударственный, период военной демократии, конфедерации 12 племен израилевых, этот период завершается таким выводом. Царя в Израиле не было, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Израильские колена время от времени объединялись, чтобы принять какое-то консолидированное решение, или народное ополчение собирали для отражения военной угрозы, или, как вот здесь, собирали народное ополчение для того, чтобы начать гражданскую войну и истребить нечестивое колено Вениаминова. Но судами Божьими, милостью Божьей, колено было спасено. В общем-то, не так много мы знаем об этом периоде, и вот достаточно поздняя книга судей нам кое-что об этом долгом, много сотен лет в длившемся периоде истории израильской нам об этом кое-что сообщает. Есть еще небольшая книга «Руфь», трогательная история женщины по имени Аруфь, которая часто во многих изданиях как раз примыкает к книге судей, хотя относится к третьему заключительному разделу Танаха, к разделу Ктувим, Писания. В ней тоже кое-что говорится об этом периоде, об эпохе судей. Она даже начинается так, эта книга Аруфь, в те дни, когда управляли судьи и далее. Вот две книги, книга Судей Израилевых, Шофтим и книга Аруфь, Рут. Вот две книги. Одна из них довольно мрачная, книга Судей, а другая, очень светлая книга Аруфь. Эти две книги рассказывают нам о предмонархической истории Израиля, о той истории многовековой, которая длилась от смерти Иисуса Новина до рождения пророка Божьего Самуила. Будем читать Священное Писание, будем знакомиться с историей Израиля. В этих исторических книгах она описывается, дается духовная оценка этих самых исторических событий, дается общий взгляд на историю древнего народа Божьего, и Священный Писатель делает очень важные для нас выводы. Будем читать Священное Писание, знакомиться с домостроительством нашего спасения. Дорогие друзья, запись делается для портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok